Здравствуйте! Вы меня слышите? Спасибо, вы меня представили как доцента, но на самом деле это не так. Я надеюсь, что я стану доцентом в каком-то времени. Я являюсь ассистентом-профессором. Мне бы хотелось начать нашу презентацию. Всем добрый день, меня зовут Мэтью, это Лайла, и мы хотели бы презентовать программное обеспечение для оказания поддержки школам. Мне бы хотелось для начала представить мою команду, которая и себя лично. Я из Новой Зеландии, являюсь ассистентом-профессором Назарбаев университета. Я являюсь архитектором этого программного обеспечения. Мои коллеги из Новой Зеландии, доктор Чанг и доктор Мэй, принимали участие в разработке этого приложения. Это доктор Мэйсел, который также является психометриком, который внял свой вклад в разработку данного программного обеспечения. Мы также работали с доктором Люком Роуи. И от нами следит Лайла из ЦПИ. Мы все работали над разработкой этого программного обеспечения. Вы видите, здесь основные характеристики и ссылки. Мне бы хотелось передать слово Лайле, чтобы она больше рассказала. Все работает? Вы меня слышите? Мы вас слышим, Мэти. Я только что сделал минутное вступление и передал слово Лайле. Вы же все это слышали? Да, мы все услышали. Отлично. Итак, это тест на валидность и надежность. Шаг 2 – это вопросы в тестах. Шаг 3 – это два тестовых вопроса для различных групп студентов. Шаг 4 – это обеспечение или проведение сравнения студентов в разных уникальных группах. И здесь также говорится о инструменте для обеспечения надежности фокуса студентов. У нас есть время для того, чтобы воспроизвести два видео, где говорится о том, как можно использовать все эти шаги. Мэти это сделает. Мы используем современные статистические подходы. После того, как вы проводите тесты со студентами, как можно использовать данные тестов для того, чтобы поддержать обучение студенту? Очень важно использовать данные ПТФОН для оказания поддержки студентам. и эта программа используется для оказания поддержки в дальнейшем обучении и укрепления навыков и компетенций студентов. По этому короткому видео я бы хотела презентовать данные. К сожалению, спикера не слышно. Голос у спикера пропал. Звук пропал, спикера не слышно. Третье. Проведение результатов и проведение анализа. И четвертое. Проведение таблицы с результатами студентов, а также с акцентом на выявление тех компетенций, которые требуют заработки. Давайте перейдем к самим данным. Мы здесь видим 216 студентов и их ответы на вопросы. Мы сначала должны скопировать всех студентов и перенести их на свою таблицу. Здесь мы видим другую таблицу с ответами. Мы используем у меня студентов в том же самом порядке. И здесь мы видим список всех вопросов и пунктов, а также описание общих компетенций по каждой категории, по каждому вопросу. Например, здесь есть упражнение или задание по умножению различных дробей, числитель и знаменатель, или замест вопросы по преобразованию процентных значений в десятичные значения, в дроби. И мы можем посмотреть на ответы и на то, какие студенты ответили на эти вопросы. И в каких вопросах у студентов были упущения. То есть, какие студенты провели некорректный анализ. У спикера пропадает звук «Время времени», уважаемые участники. Давайте попробуем перейти к самому анализу. Загружаем данные. К сожалению, спикера плохо слышно. Итак, мы переводим все в архивированный файл. Открываем архивированный файл. Мы будем обращать внимание на то, что содержится в файле Excel. Открываем необходимый для нас лист. Необходимо будет прописать имена в том же самом порядке, в котором они шли. Копируем остальные столбцы. Нам необходимо дальше посмотреть на список компетенций по каждой категории вопросов. Также обратить внимание на другие категории. Это то, что мы получили. Это те категории вопросов, по которым возникли проблемы с компетентами у некоторых студентов. И поэтому мы прописываем все эти компетенции. Например, мы должны ознакомиться с контекстом, в котором возникают проблемы с определенными компетенциями, и прописать их тут. Необходимо ввести компетенции по каждой категории и заполнить остальные уроки. И поэтому дальше мы смотрим на результаты студентов по формативной оценке. То есть мы обращаем внимание на оценку их способностей. И здесь мы видим, например, что Александр получил 30 и 40, так же, как и лет. И поэтому мы смотрим на то, какие навыки необходимо доработать или улучшить этим студентам. Эти студенты, например, столкнулись с проблемами определения дробей. Они не смогли правильно рассчитать дроби, и поэтому вы можете, к учетам неправильных ответов на этот вопрос, разработать специальные рабочие таблицы. Первый шаг – это, опять же, ранжировать студентов по тем категориям опросов, в которых они дали неправильные ответы. Также очень важно делиться результатами анализа со студентами и проводительной консультацией. Я надеюсь, что такая демонстрация была полезной. Наша команда готова предоставить дополнительную информацию. Ссылка также имеется на главной странице программного обеспечения. Вы можете ознакомиться с методологией в том числе. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, напишите нам на почту, или же задайте вопросы в чате. Спасибо всем за ваше время. Окей, спасибо большое. Я прошу прощения, видео начало заново воспроизводиться. Давайте теперь перейдем к следующему видео. Это видео лайлы. Меня зовут Лаза. Мне бы хотелось рассказать о второй части этого программного обеспечения. В этом анализе предоставляются инсайты по разработке вопросов и критериев для различных групп студентов. Здесь мы увидели начальную таблицу с результатами студентов. Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон»